всем привет и добро пожаловать на мой канал в этом видео я хочу вам показать свою большую корзину для пряжи и хочу также вам рассказать как же я ее вязала размер корзинки следующий диаметр донышка 36 сантиметров высота стенок корзинки 30 сантиметров вязала корзинку из пряжи селена это большая бобинкой в ней 100 метров пряжи использовала я две большие бобинки вот розовый цвет и сиреневый это две большие бобинки здесь я использовала две маленькие бобинки этой же пряжи нежно-розовый и нежно-желтый в маленьких бобинках по 50 метров пряжи то есть в общей сложности у меня ушло 300 метров трикотажной пряжи на эту большую корзину обзор данной трикотажной пряжи есть уже на моем канале можете перейти по подсказке и посмотреть большую корзину я вязала таким же образом как и маленькую мастер-класс по этой маленькой корзинки есть на моем канале только я большую корзинку вязала уже видите немножко другим узором большую корзину я вязала опять же крючком номером 10 свяжите сначала донышко вашей корзины От размера вашего донышка, от его диаметра зависит будет и ваш размер корзинки. И после донышка начинаем подниматься, вязать стеночки. Вязала я простыми столбиками без накида, вводя крючок в вершину нижнего столбика. По подсказке можете посмотреть, как связать ровный красивый круг, донышко для корзинки. В маленькой корзинке первый рядочек стенки я провязывала за заднюю полупетлю. В большой корзине я первый ряд таким же образом провязала, как и здесь. Хотя с виду рисунок отличается, но первый ряд стеночки провязываем и там и там одинаково. А вот следующий за ним рядочек, второй ряд в большой корзине и каждый рядочек после него, в принципе все ряды, я провязывала обычным способом. То есть вершину нижнего столбика, обычный столбик без накида. Посмотрите на шовчик, который получился. Это место, где я соединяла начало и конец ряда. Соединяла обычным способом, как я показывала в мастер-классе о маленькой корзинке. Старалась вязать таким образом, чтобы он был как можно ровнее. И он получился в итоге немножко под наклоном. Вот смотрите, крючок вот так вот я поставлю. Видите, немножко идет он вправо, небольшой такой наклон. В этом нет ничего страшного. Если бы я вязала поворотно-обратными рядами, то наш шов был бы ровный. А так, как я вязала постоянно по кругу, то вершинки столбиков постоянно смещаются и получаются наклоны из-за этого. И несколько слов хотела сказать по поводу ручек. Они скорее всего выполняют более такую декоративную функцию, так как здесь провязано всего два рядочка. Посмотрите, если я поднимаю корзину, она у меня сейчас тяжелая. Там тяжелые моточки пряжи селены. Видите, как растягивается немножко моя ручка. Натягивается также все полотно корзины. Вот так вот. В принципе, за ручки, конечно же, корзинку можно взять, поднять и поставить на другое место. Они буквально немножко вверх так вытягиваются. Если вы свяжете ручки свои потолще, то и не будут они у вас так сильно вытягиваться. Несколько слов о том, как я сделала ручки. Смотрите, я вязала-вязала столбики. Потом я пропустила раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вершинок нижних вот этих столбиков. И здесь я набрала семь воздушных петель. После седьмой воздушной петли я присоединилась вот сюда, вот в вершинку. То есть, после этого столбика, вот восьмой столбик, например. И дальше продолжила вязание столбиками без накида. Потом в следующем рядочке я опять же вяжу-вяжу столбики без накида. И прям по ударочку из этих семи воздушных петель я провязала семь столбиков без накида. Дальше снова продолжила вязание уже в эти вершинки. И последний рядочек я связала таким же образом, как и в этой маленькой корзинке. Обычной соединительной петелечкой прошлась и получился аккуратный край, который стал меньше тянуться. Такие корзины можно использовать для чего угодно. Я свои буду использовать конкретно для пряжи. Так как у меня очень много пряжи, я сделаю свою коллекцию корзинок и всю пряжу рассортирую в эти корзинки. Лично для меня большая корзина намного удобнее для хранения пряжи. Я буду вязать еще большие корзины, буду делать по ним мастер-классы, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти мастер-классы. А в маленьких корзинках буду хранить свои проекты, которые у меня сейчас в работе. Такие корзины также очень классный элемент для декора в вашей комнате. И если хотите, можете связать данные корзинки с крышкой. Как связать крышку на такую корзинку, будет мастер-класс, ищите его на моем канале. В общем, я очень довольна этими корзинками, они очень мне нравятся. Если у вас давно уже есть такие корзинки, то напишите, пожалуйста, как вы за ними ухаживаете. Например, как стираете или пылесосите, в каком средстве, руками или в машинке. Мне это очень интересно. Пишите все в комментариях, если есть вопросы, также пишите в комментариях. Желаю, чтобы ваши ручки не болели от вязания таких корзинок. Увидимся в следующих видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok